Устрашающий внешний вид. Чрезвычайная прожорливость. Мощное орудие, способное буквально перемалывать жертву. Молниеносная реакция и удивительная скорость. Его укус способен пробить броню скорпиона и даже человеческий ноготь. Верблюжий паук, скорпион ветра, фаланга, бихорка. У него много имён, но более общепринятое название – сальпуга. И это герой сегодняшнего выпуска. На что способен этот охотник? Зачем он перебил целую орду муравьёв? И до чего может довести прожорливость? Скоро узнаете. Сальпуга – это представитель класса паукообразных. Но это не паук, как многие ошибочно полагают. Всего отряд насчитывает более тысячи видов и обитают они преимущественно в пустынях, полупустынях и засушливых районах. Их ареал обитания довольно широк, фаланги встречаются в том числе и в России. Это довольно крупное паукообразное, длина некоторых видов может достигать 10 сантиметров. Всё тело, включая конечности, покрыто длинными волосками, что совершенно не добавляет дружелюбности этому существу. Один из главных отличительных признаков фаланги – крупные челюсти хелицеры, самые крепкие и мощные среди всех паукообразных. Каждая из них по строению схожа с клешнёй, а дополняет это грозное оружие множество острых как бритва зубов, что позволяет Сальпуге пробивать любую защиту, в том числе переламывать даже мелкие кости. К устрашающей внешности во время нападения добавляется пронзительный писк, издаваемый трением хелицеров. Вряд ли кто-то осмелится выступить против такого противника. Вне зависимости от вида, все Сальпуги отличаются высокой подвижностью. Самые быстрые из них могут перемещаться со скоростью до 16 км в час. Отсюда и другое название паукообразного – скорпион ветра. Основной рацион Сальпуги составляют насекомые, но порой голод подталкивает её на схватки с ящерицами, птенцами птиц, скорпионами и даже грызунами. Сальпуга отличается ужасной прожорливостью. За ночь она может напасть на пчелиные улей и съесть всех пчёл. Если снабдить её неограниченным запасом пищи, фаланга будет есть до тех пор, пока брюшко не раздуется до невероятных размеров, а может даже лопнуть. Вот что называется зверский аппетит. Сальпуга не ест землю, просто она роет яму своими гигантскими хелицерами. Работу нужно закончить быстро, ведь это будущее убежище, где она будет прятаться до заката. Становится понятно, откуда появилось латинское название Сальпуга, которое переводится как «убегающий от солнца». Днём большинство этих паукообразных скрывается под камнями, занимает норы грызунов и других животных или роет свои собственные. Посмотрите, это словно бульдозер. Снова и снова фаланга выгребает песок из будущего укрытия. Теперь, когда стемнело, Сальпуга выходит на охоту. Волосы на конечностях вовсе не для красоты, они выступают в роли органов чувств, ведь эти волоски вместе с перепонками на брюшке способны улавливать малейшее колебание в воздухе, выдавая местоположение добычи. Поиск удался, и теперь хелицеры используются по прямому назначению, измельчая жертву на мелкие кусочки. Многие насекомые обладают защитным хитиновым покровом, но оружие Сальпуги, словно хирургический инструмент, с лёгкостью разрушает броню. Глаза Сальпуги по своему устройству напоминают скорпионии. Четыре сложных глаза реагируют на свет и способны улавливать минимальное движение приближенных объектов, благодаря чему фаланга обладает молниеносной реакцией, позволяющей быстро нападать и мгновенно уклоняться от атак. Посмотрите, на что способен этот безжалостный охотник. Он вытаскивает муравьёв одного за другим, из их же убежища. Что удивительно, в этой ситуации Сальпуга не ест своих жертв, а аккуратно складывает. Многие из них ещё живы, но Сальпуга не отвлекается на них и продолжает орудовать, словно серийный убийца. Не очень понятен мотив, но возможно, верблюжий паук решил выселить целую орду муравьёв столь радикальным способом, чтобы занять их логово, а приятным бонусом к этому он получит порцию муравьиных яиц и личинок. Похожая ситуация наблюдается и здесь. Муравьи всеми силами стараются защитить гнездо, но броня фаланги не поддаётся их яростным атакам. Нападающий расправляется одновременно с целой группой защитников, аккуратно складывая их на поле битвы. Это Сальпуга, и никто не может встать у неё на пути. Чёрная вдова – смертельно опасный паук, и от которого сильнее яда гремучей змеи. Но для Сальпуги это лёгкая добыча, ведь защита паука против мощных хелицеров равна нулю. Но даже у такого опасного хищника есть враги, и в основном это птицы. Здесь вы можете наблюдать, как красногрудый певчий сорокопут выбрал Сальпугу в качестве добычи. Фаланга отчаянно обороняется, но реакция птицы на высоте. Поэтому в неравном бою многоногий охотник становится сытным обедом птицы. В последнее время всё больше людей заводят Сальпугу в качестве экзотического питомца. У него нет яда, но укусы очень болезненны. Кроме того, можно получить крайне неприятное бонусы в виде воспаления и заражения, поэтому лучше держать руки подальше от своего любимца. А вы бы хотели завести себя такого питомца? Напишите в комментариях. И не забывайте подписываться на канал, ведь это мотивирует на создание новых интересных видео. До скорых встреч и проводите время с пользой. Всем пока!